Пункты сбора гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения открыты во Владивостоке. Губернатор оценил работу волонтеров и сотрудников, а также поблагодарил неравнодушных жителей города за помощь. Люди потеряли и постельное белье, и одежду, и оборудование. Муниципалитеты работают по оказанию помощи, поддержке, МЧС работает. Мы со своей стороны будем помогать. Но вот такая помощь очень важна. За несколько часов работы пункта сбора удалось получить одежду для детей и взрослых, постельное белье, питание, воду, газовые баллоны и газовые плиты. Некоторые приносили корм для животных. Помимо этого, стали появляться осенние и зимние куртки. Ведь неизвестно, сколько времени сил и средств понадобится каждому пострадавшему до его возвращения в собственный дом. Главный сейчас вопрос – это все-таки ликвидация последствий, это возвращение людей. Мы ждем, когда сойдет вода с тем, чтобы и комиссии приступили с тем, чтобы уже планомерно разобраться с конкретной и индивидуальной персональной помощью каждому жителю. На данном этапе это имеет большое значение. Поэтому я искренне благодарю всех приморцев, руководителей предприятий, кто перечисляет денежные средства, кто проявил такую массовую заботу. Товары долго не задерживаются в пунктах. При первой возможности их отправляют в те районы края, где в них сильнее всего нуждаются. Пример оперативности показал и глава региона. Напомним, во Владивостоке работают пункты приема гуманитарной помощи по следующим адресам. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.